Каково реальное экономическое положение Харьковской области? Сегодня в отражении первый заместитель губернатора по вопросам промышленности и агропромышленного комплекса Игорь Ранин. Добрый день. Я бы хотела начать программу с актуальной темы госказначейства. При правительстве Азарова возник долг, примерно миллион гривен из госказначейства, не воплачено местным бюджетом. Эта ситуация продолжается дальше и сейчас. И если раньше местные власти не могли открыто критиковать позицию Киева, то сейчас они вроде бы пытаются оговорить свою критику в адрес госказначейства. Скажите, госказначейство это как бы отдельное государство в государстве или можно все-таки решить этот вопрос? Я думаю, что здесь нужно посмотреть немножко в другой плоскости. Однозначно нынешнее руководство области не стесняется говорить свою позицию относительно деятельности территориальных органов управления, к которым и относятся казначейства. На сегодня это действительно одна из больших проблем для Харьковской области деятельность казначейства. Я могу сказать, что у нас есть долги по незащищенным статьям, практически полностью отсутствуют долги по защищенным статьям, то есть заработная плата и сопутствующие моменты. Могу сказать следующее, что сегодня ресурс местных бюджетов, в принципе, позволяет иметь Харьковской области, не иметь долга. Общий ресурс местных бюджетов, который удалось консолидировать за эти 2-3 месяца, составляет 2 миллиарда. Долг по незащищенным статьям порядка 450 миллионов. То есть, в принципе, мы можем себе позволить бюджетной организации развивать, не имея долга в их деятельности. Почему так происходит? Происходит в абсолютно правильно, в своем слове сказали, что еще идет пока понакатанное. Действительно, система казначейства, ее невозможно за секунду изменить, ее можно было только за секунду испортить, что и было сделано. А вернуть в обратное русло потребуется определенное время. Когда мы принимали область, руководство областью, то я могу сказать, что буквально в первую же неделю, в середине марта долг по защищенным статьям составлял порядка 80 миллионов гривен. Сегодня его нет. То есть, мы двигаемся вперед в этом направлении. Я могу сказать, однозначно эта ситуация будет исправлена и улучшена однозначно. Мы перейдем к тому, чтобы уменьшать долг по статьям, которые являются незащищенными. И думаю, что мы наладим эту работу, поскольку есть понимание правительства, есть понимание профильных министров, министра финансов, министра экономики. Они тоже считают, что так не должно быть. И я могу уверенно сказать, что в ближайшем времени так не будет. А позиция госказначейства вам известна? Почему так происходит? Почему госказначейство должно местным бюджетам Харьковой области примерно миллион греет? Ну, вы знаете, система казначейства достаточно сложная. Там существуют определенные понятия лимитов, передача средств на центральный уровень, возвращение обратно. Масса-масса факторов. Так, наверное, тяжело как бы сразу пояснить. Я вам скажу, что, еще раз повторю, что это неправильно. Мы отдаем, согласно законам Украины, деньги на центральный уровень. Дальше определяется лимит, и лимиты возвращаются. И вот здесь есть, как мне кажется, немножко неучтные интересы регионов. Относительно того, какие лимиты и в каком объеме они распределяются назад в регион. Но это решение правительства должно быть? Решение кого? Я думаю, здесь необходимо модернизировать финансовую систему, чем сейчас Кабмина занимается, и исключить вот такие перекосы. В принципе, тот бюджетный кодекс, который сегодня работает, позволяет не иметь этих перекосов. Накануне в Харькове прошло выездное заседание Кабинета министров. В принципе, такого давно не было. Были ли какие-то вопросы повестки дня или вообще темы, которые лично вас, как эксперта, как экономиста, удивили? Что вообще такие темы поднимаются? Вдруг? Выездного заседания Кабмина не было 8 лет. И учитывая стратегическую роль Харьковской области для экономики Украины, это очень плохо. Поэтому мы благодарны правительству в том, что выездное заседание Кабинета министров состоялось в Харьковской области. Причем это первый регион, где состоялось выездное заседание нового правительства. И те вопросы, которые рассматривались, они были очень важны. Первый вопрос, который рассматривался на заседании Кабмина, это социально-экономическое и социально-политическое состояние Харьковской области. Глава областной администрации Игорь Болотов выступил с докладом, после чего ряд министров и премьер-министр провели обсуждение этих вопросов. Что нас волновало и какие вопросы мы поднимали? Мы поднимали, кстати, и вопрос казначейства, мы поднимали и вопрос окончания строительства филармонии, мы поднимали вопрос и продолжения строительства Харьковского метрополитена, и еще целый ряд вопросов. Но основной вопрос касался деятельности промышленных предприятий Харьковской области. И непосредственно деятельности государственного концерна Укроборонпром, который занимается деятельностью предприятия оборонного комплекса. Это тоже, кстати, государство в государстве? Это государство в государстве, причем данный концерн был создан в 2010 году. Цель официально заявленной о создании этого концерна была повышение эффективности финансо-экономической базы предприятия оборонного комплекса. Но получилось, как, к сожалению, последние годы получалось, все наоборот. И истинные причины были несколько другие, я поясню, какие. Для Харькова это очень важно. В Харькове 12 предприятий, которые относятся к сфере управления Укроборонпрома, плюс 5 научно-исследовательских институтов. Ну, крупнейший это завод Малышева, промышленное предприятие, чтобы было понятно телезрителям, о чем идет речь. И сама структура концерна выстроена таким образом, что такие крупные предприятия, как завод Малышева, к примеру, ФЭД, там, Протон, завод Чугуйской топливной аппаратуры, они не могут распоряжаться своими средствами в принципе. Для того, чтобы, извините, грубо говоря, купить халат или производственные очки, они должны получить это разрешение в Укроборонпроме, да еще там и подскажут, где их приобрести. Поэтому здесь полностью невозможность использования финансовых ресурсов со стороны таких крупных промышленных предприятий, конечно, тормозит их деятельность. Полное отсутствие поддержки со стороны Укроборонпрома как государственной структуры предприятий. Это имеет отношение только к Харькову или вообще ситуация в стране такая? Ситуация в стране в принципе такая. Я просто говорю о том, что Харьков крупный промышленный центр оборонной промышленности. Поэтому здесь для нас это наиболее болезненная деятельность Укроборонпрома. Еще раз скажу, 17 предприятий, 12 из них промышленных заводов. И абсолютно Укроборонпром мне предложил план реструктуризации этих предприятий. То есть в принципе не выполнил ничего из тех задач, ради которых он организовывался. За эти два месяца, понятно, ситуация не изменилась, она и не могла измениться, потому что это за 7 минуты не решается и нужно выполнить целый ряд мероприятий. Мы предложили ликвидировать эту структуру. Укроборонпром. Но безусловно функции по развитию оборонной промышленности ликвидировать не то, что нельзя, а и невозможно. Мы выступили с предложением передать это функции Министерству экономики Украины. Почему? Объясню. Буквально месяц назад решением кабинета министров было ликвидировано Министерство промышленной политики. Идет сейчас реорганизация путем вливания в Министерство экономики. Поэтому абсолютно объективно, что функции оборонной промышленности должны на сегодня также влиться не отдельной структурой со своими административными сумасшедшими расходами, а быть в составе Министерства экономики. Во-первых, это поможет сэкономить средства, заработанные предприятиями промышленными, пустить их как оборотные на развитие собственных мощностей. А во-вторых, по моему мнению, это и улучшит управляемость Министерства экономики и должно комплексно развивать промышленность. Невозможно отдельно развивать промышленность, отдельно развивать экономику. Как это конкретно поможет ФЭДу, Протону, Малышеву? Это очень, если правильно подходить, это действительно поможет. Потому что, первое, еще раз повторюсь, это уменьшит административные расходы на содержание отдельной структуры. А за счет чего содержался оборонпром? За счет отчисления этих промышленных предприятий. То есть больше средств останется оборотных средств на самих предприятиях. Во-вторых, это должно изменить в принципе структуру, что предприятия не имеют права использовать заработанные ими финансовые средства. И третье, я думаю, что Министерство экономики в состоянии обязано подготовить план реструктуризации этих предприятий. Чтобы мы понимали, что Укрооборонпром тратил сумасшедшие деньги на собственное содержание. Цифры большие, я сейчас их не могу назвать, да и не в этом суть. Но при этом предприятия Укрооборонпрома – лидеры по задолженности по заработной плате. 25 миллионов непосредственно за должность предприятий участников Укрооборонпрома. А если взять еще и смежные производства, получается порядка 93 миллионов долг. То есть 80% от всей суммы долга Харьковской области. А как это повлияет на имеющиеся в Харьковской области на наших оборудованных предприятиях иностранные такие большие заказы? Как это повлияет? Ну, мое видение в принципе, и вчера об этом и губернатор говорил, и премьер-министр согласился однозначно, что сфера загрузки этих предприятий – это сфера ответственности государства. И мы должны в первую очередь на государственном уровне определять те заказы и формировать тот портфель заказов, который необходим для предприятий оборонной промышленности. И подобные поручения Арсений Петрович Аценюк вчера дал и МИДу, и Министерству экономики, и еще ряду подразделений, которые так или иначе с этим завязаны. В ближайшее время состоится такое совещание, уже сегодня связывались с нами представители на уровне заместителей министра обороны. Мы такую нараду подготовим, подготовим, я надеюсь, у нас ее в Харькове, проведем, и тогда уже выработаем конкретные совместные пути решения этой вопроса. Но то, что эту проблему надо решать, и я убежден, что она будет решена, и мой оптимизм держится не на углом энтузиазме, а на тех подходах, которые мы сегодня внедряем в нашу деятельность. Я думаю, эта проблема будет решена, возможно, не в полном объеме, как хочется. Естественно, завтра все промышленные предприятия Харьковской области не заработают по европейским принципам и не засверкают своей стабильностью, но тем не менее мы решим эту проблему. В который раз за последние много лет звучит тема модернизации производства на заводе имени Малыша. В этот раз сказано о том, что нужно увеличивать объем гражданской продукции. Какой именно? И что это даст? Готов ли завод 50% делать гражданской продукции? Я не знаю насчет 50%, готов, не готов. То, что готов, однозначно, часть он ее производит, различные группы товаров, и производит уже давно. Наверное, это правильно, потому что в любом случае нет возможности иметь тот портфель заказов по оборонных заказах, которые были раньше. Поэтому перепрофилирование – это нормальный процесс, но основной вид деятельности, безусловно, завод Малышева с его традициями, с его базой, с его опытом, с его авторитетом международным должен именно заниматься выпуском продукции оборонного направления. А наши оборонные предприятия, они имеют выходы на другие рынки сбыта, не только украинские? Или вообще таких у них нет изделий и товаров? Нет, безусловно, имеют. Я имею в виду не военная продукция? Не военная продукция, да, безусловно, конечно, есть. И по ФЭДу, и по всему. Это не проблема. Другое дело, конечно, эти рынки надо расширять. И если мы говорим о том, что сегодня необходимо перепрофилировать и переформатировать рынки сбыта в сторону Евросоюза, то на сегодня доля Евросоюза во внешнеторговом обороте Харьковской области 20%, но с другой стороны это перспектива и движение вперед. На сегодня по экспорту 42%, по импорту 35%, от сегодняшнего торгового оборота. Ухудшение отношений с Россией как-то сказалось на работе наших оборонных предприятий? Безусловно. Российская сторона осознательно их осложняла для того, чтобы это повлияло на работу наших предприятий. И безусловно, это сказывается однозначно. Тем не менее, мы ищем и находим выходы. И то, что я только что сказал, необходимо перепрофилировать нашу оригинальную экономику в сторону рынков Европейского Союза. Мы постоянно проводим на это встречи. Встречи и с послами, и с международными экспертами, и международными специалистами, которые имеют непосредственное отношение к возможности расширения наших рынков. Буквально 4-5 дней назад мы проводили встречу с представителями Европейской Ассамблеи, это депутаты Европарламента, и обсуждали эту тему, и поднимали эту тему, и просили поддержки. Здесь вопрос двигается, но мы должны понимать, что то, чем мы занимались 20 лет, за месяц не изменится. Но изменится за год. Можем ли мы говорить о каких-то конкретных наших харьковских потерях в связи с обострением отношений с Российской Федерацией? Я имею в виду оборонные предприятия. Если вы хотите услышать конкретную сумму, то ее действительно тяжело назвать, потому что смотря как считать. То, что на сегодня экономика, региональная экономика, национальная экономика не может работать в спокойных, стабильных условиях, как эти потери посчитать? Неполученная выгода. Здесь цифр может быть миллион, и каждый человек, который их подсчитает, будет прав. Если говорить о прямых потерях, то я могу сказать, что внешний торговый оборот Харьковской области начиная с августа 2013 года, когда Россия наиболее агрессивно стала уже себя вести, сначала торговым путем, потом уже военной агрессией прямой, это порядка 20%. В миллионах гривен это сколько примерно? Это примерно 400 миллионов долларов. И как вы прогнозируете дальше? Что будет? Я думаю, что нужно нам заниматься не только качественным прогнозом, а и правильно выстраивать работу. Уже на сегодня как бы понятно, что экономический конфликт с Российской Федерацией не закончится через месяц или через два. И вы знаете, может я и неправильно скажу, но с другой стороны это стимул для наших предприятий, как можно быстрее выйти на европейские рынки. Российский рынок хоть для крупного бизнеса или для среднего бизнеса, для Харьковской области крайне удобен. По двум причинам простым, чтобы не вдаваться в большой экономический анализ и быть понятным для людей, которые нас смотрят, две простые причины. Первая, это логистика, то, что Российская Федерация рядом, а значит транспортные и логистические расходы гораздо ниже, чем Евросоюз. И второй момент, качество продукции. В России сегодня нет таких требований качества продукции, такие как стандарты в Европейском Союзе. Поэтому в принципе можно сделать менее качественный товар и по меньшим затратам доставить его в точку продажи. Этим пользуется Россия, говоря иногда, что ваши качества не соответствуют нашим высоким стандартам. Пользуются многим, да. То есть я просто говорю, что как бы объективно выгоднее продавать там сегодня. Но мир и международная экономика двигается вперед, да, и все двигается вперед. И безусловно тот рынок раньше или позже не станет востребованным с такими подходами, да, к подходам качества. Ну, здесь в любом случае раньше или позже мы бы столкнулись с проблемой переориентации, переформатирования нашей региональной экономики в сторону европейских стандартов. Возможно бы это проходило мягче, но когда мягче, оно и дольше. ХТЗ остановился? По ХТЗ есть проблемы в полном объеме, в том, который функции он должен выполнять. Он, конечно, сейчас не работает, но прям остановился тоже тяжело назвать. Опять же, связано с российскими отношениями, правильно я понимаю? Безусловно, да. Это не вопрос сегодняшнего дня и не вопрос, скажем так, военных действий со стороны России. Вопрос той как раз торговой экономической войны, которая началась в 2013 году, была и в 2012. Есть ли у нас крупные предприятия, которые сейчас не работают с Россией, потому что Россия им отказала по разным причинам, по причинам качества или каким-то другим причинам? Ну, я могу привести пример, к примеру, корпорация УПЭК. Это и Лазовской завод, кузнечно-механический, у них большая задолженность по заработной плате, порядка 5 миллионов. А возникла она очень просто, был российский заказ, предприятие, харьковское предприятие, этот заказ выполнила. С ними пока не рассчитались, обещают сделать это в конце мая. Какой долг? Долг по предприятию? Ну, боюсь ошибиться, но долг приличный, порядка 20-30 миллионов. Доллара? Да. Это большой заказ, возник долг на предприятиях, создаются проблемы и на подшипниках, на Лазовском кузнечно-механическом заводе. То есть, как бы, пример непорядочного партнерства. Товар отгружен, произведен и отгружен, а средства не поступлены. На выездном заседании Камина в Харькове шла речь о модернизации подвижного состава окруза Резныти. То есть, мы недавно имели, и сейчас имеем не все, но часть Hyundai все-таки работает на линиях. Некоторые поезда, которые раньше ходили до Hyundai, обслуживали короткие маршруты и были удобны пассажирам, поскольку останавливались очень часто, сняты с маршрутов. А сейчас предприятие составит вопрос о модернизации подвижного состава у Крызныти. Насколько это удобно и комфортно будет для людей или для предприятий? Для людей имею в виду для пассажиров. Ну, я думаю, в любом случае этот вопрос нужно ставить. Конечно, удобнее для пассажиров, когда будет новый подвижной состав. Во-первых, это и безопасность, и комфортность. Здесь много плюсов. Речь шла на кабинете министров о следующем. Премьер-министр Арсений Петрович Яценюк поднял вопрос относительно того, что в государственном бюджете на сегодня имеется 25 миллиардов гривен, которые могут быть выданы на развитие сферы экономики под госгарантии. Безусловно, когда происходит такое кредитование под госгарантии, это желательно делать на предприятия государственного сектора экономики. Было высказано мнение о том, что достаточно большой объем этих средств, порядка 30-40%, должен именно быть запущена и модернизацию железнодорожной системы Украины. Туда входит не только подвижной состав, а и вся система железнодорожной деятельности. Для нас это выгодно, для Харьковской области. А какие конкретно города и какие заводы? Нет, не города. Система железнодорожная охватывает всю Украину. Я могу сказать о Харьковской области, что в Харьковской области есть два специализированных крупных предприятия. Это понютинский вагоноремонтный завод, завод, который производит вагоны, грузовые вагоны, специальные грузовые вагоны. Предприятие размещено в понютинной глазовой. И изюмский тепловозоремонтный завод, который занимается ремонтом. Все три предприятия пока работают? Это два предприятия. Просто понютинский завод находится и в понютинной, и в лозовой. Это два рядом административных центра. Между ними 10 километров. Понютин и лозовой выполняют строительство. Это строительство вагонов грузовых. Изюмский тепловозоремонтный специализируется на ремонте колесных парк. К тому же пульты управления переводами стрелочными переводами занимается в Харькове завод «Трансвязь». И завод Шевченко выпускает светильники. Вот четыре этих предприятия могут прекрасно быть задействованы во всей этой программе. И для нас, это, конечно, для Харьковской области, это толчок к развитию промышленных предприятий. У них есть сейчас заказы от Укрзалезницы или нет? Ну, не в таком объеме. У многих и нет. Допустим, понютинский лозовой этот завод сейчас не строит в том объеме, в котором он был. Какие-то работы проводятся, чтобы не растерять коллектив, не остановить мощности. Но это там совсем на маленьком уровне тех возможностей, которые может работать завод. То же самое изюмский тепловозоремонтный. Тоже он работает, так сказать, на минимальном уровне, чтобы опять сохранить базу промышленную. Поэтому для нас, для Харьковской области это выгодно. У нас пассивная и, похоже, сборы урожая совпадут. Пассивная совпала с нестабильной ситуацией в стране. Сбор урожая, надеюсь, тоже не совпадет с неспокойной ситуацией в стране. Ваши прогнозы, как в Харьковской области, что будет с урожаем? Действительно, вы абсолютно правы, когда говорите, что пассивная совпала с нестабильной политической ситуацией в регионе. Это начало марта. И я вам скажу, что абсолютно стабильно и спокойно мы провели пассивную и проводим ее. Практически заканчиваем. Даже ее никто практически не заметил. Настолько организованно. Аграрии сумели скооперироваться. Но они сами самоорганизовались. Они самоорганизовались. Были ряд вопросов, в которых мы их поддержали. Проводили ряд совещаний с банками, с банковскими организациями по кредитованию. Еще ряд моментов. Я хотел все-таки выразить больше им благодарность за их позицию гражданскую, умение работать и опыт. А мы им всегда в помощь. Мы полностью завершили посев ранних зерновых и зернобобовых. Мы полностью на сегодня завершили посев сахарной свеклы, расширив ее посевную площадь на 67%, что поможет нам в этом году загрузить пять сахарных заводов вместо трех, которые были загружены в прошлом году. Я могу даже назвать районы, в которых сахарные заводы будут работать. Это в Краснокутском районе, в Коломанском, Богодуховском, Волчанском, Балаклеевском районах. Они сейчас все стоят? В прошлом году, они готовятся к сезону. В прошлом году из них работало три. Работал в Коломанске, в Коломанском районе, в Балаклеевском и в Краснокутском. На сегодня их будет пять. Заводов, которые будут производить и сахарной свеклы, и сахар. Что это даст? Это удаст снижение цены на сахар в осень. Потому что будет меньше, скажем так, дефицитной группы. И поэтому, естественно, спрос будет больше удовлетворен. На сегодня, на сегодня я могу сказать, что мы до 15 мая планируем закончить такую важную культуру, посев такой важной культуры, как кукуруза на зерно. И приступаем уже, приступили к посеву на уровне 20% таких культур, как посев сои, гречки, проса. Что касается урожая, то мы видим хорошие перспективы урожая, поскольку посевная проведена грамотно по всем нормам и вовремя. Если не будет каких-то резких перекосов с погодными условиями, то я думаю, что по зерновому клину порядка 4 миллионов тонн мы соберем. Из них по нашим прогнозам и по нашим планам о зимой пшенице 1 миллион 700 и яровых культур 2 миллиона 300 тысяч. И, как я уже говорил, 650 тысяч сахарной свеклы мы планируем. По урожайности тоже мы планируем практически на уровне прошлого года он был удачный. То есть по зимам 39 сантиметров с гектара, по яровым 34 сантиметров с гектар. Я вижу нормальные абсолютно перспективы, мы не упустим эти моменты, они находятся под контролем и департамента пока, и лично моим, и главами районных администраций. Поэтому, в принципе, несмотря на нестабильную политическую ситуацию на сегодня, более-менее все стабильно и в рабочем режиме. Насчет нестабильной политической ситуации. Завтра 9 мая предполагается, что Харьковская область, Херсонская область, некоторые регионы Востока, Юга опять будут нестабильны. Скажите, есть ли у областной администрации какие-то предложения к населению? Я не знаю, не ходить на праздник, уезжать из города, потому что, возможно, серьезные провокации. Или вообще покинуть страну. Пожалуйста, можете что-то сказать? У областной администрации к населению есть предложение любить Украину, любить Харьков, любить Харьковскую область и сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Каждый человек имеет право на свою точку зрения. Это нормально и это правильно. Для этого и существуют выборы в стране. Лучше всего свою политическую позицию, политические убеждения проявлять в избирательной кабинке в день голосования. Выбор у нас 25 мая. Что касается 9 мая, и я понимаю, к чему вопрос, то я хочу сказать следующее, что на сегодня правоохранительные органы Харьковской области работают очень эффективно. И это действительно так. Мы не могли этого сказать в марте и в начале апреля, поскольку объективным причинам необходимо было время, чтобы эти структуры чуть-чуть переорганизационно перестроить. Для того, чтобы они стали более-менее эффективными. В связи с этим именно в марте и в апреле был основной пик пророссийских акций. В том числе и АТН пострадало. Вы понимаете, насколько это пророссийские акции мирных граждан в кавычках. Будут ли пытаться провоцировать людей 9 мая? Я однозначно говорю, будут провоцировать людей 9 мая. Что делает власть для этого? Власть для этого делает все возможное. Я, к сожалению, в эфире не могу говорить все наши секреты. Могу сказать, что у нас для людей, которые собираются нарушать правопорядок и провоцировать харьковчан, много сюрпризов. И, в принципе, глубоко убежден, что нам удастся избежать серьезных действий, которые испортят людям праздник и ветеранам праздник. В первую очередь ветеранов. Нам очень печально, что нам поступает информация, что в своих провокациях люди, которые заинтересованы в дестабилизации Харькова, пытаются использовать ветеранов. Будем все делать для того, чтобы этого не допустить. То есть ветеранам завтра не надо идти на площадь или надо? Ветераны, я считаю, должны праздновать свой великий праздник. Праздник, который мы все должны помнить так, как они считают нужным. Безусловно, им нужно выходить на улицы и показывать, какие они есть. И люди должны вспоминать этот праздник. Это действительно, еще раз повторю, великая победа. И вы знаете, как тяжелая победа была для Харькова, и сколько раз из одной стороны в другую переходил. То есть здесь много пролилось крови. Люди должны, и ветераны должны делать то, что они считают нужным. А наша задача обеспечить их безопасность. От парада Харьков отказался. Но, тем не менее, на площади свободы завтра будут и представители пророссийских движений. И в том числе горосполком приглашает где-то примерно полторы тысячи ветеранов отведать военной каши. В этой ситуации будет очень много людей. Насколько будет реально обеспечить порядок? Ваш вопрос пересекается с предыдущим, что традициям не нужно изменять. Это на худшее в жизни, когда изменяешь традициям. Поэтому мы приглашаем ветеранов на кашу и будем обеспечивать порядок. Действительно, есть заявки от коммунистической партии, есть заявки от других организаций, которые пророссийски настроены. Они будут проводить свои митинги. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия развести, обеспечить порядок. А те провокации, которые будут направлены, будем их пресекать в оперативном режиме. А те сюрпризы, о которых вы говорили, это из серии Харьковского ноу-хау? Я вам их не скажу. Могу сказать, что никакой ноу-хау, а все согласно законодательству Украины. И те люди, которые мирно выражают свою позицию, не направленную на изменение границ Харьковской области, нарушение правопорядка и насилия над другими людьми, они спокойно могут отдыхать и высказывать свою позицию. То есть те люди, которые будут провоцировать и делать те действия, о которых я сказал, эти действия будут жестко пресечены. В Харькове, допустим, мы можем сконцентрировать много правоохранителя. А что делать с лазовой изюмом, который на границе с Донбассом? Сконцентрированы силы, есть определенный план по организации действий при различных ситуациях. И создан оперативный штаб по празднованию и обеспечению безопасного празднования 9 мая. Туда вошли все руководители силовых ведовств, другие специалисты. Поэтому делаем все возможное. Единственное, я обратился с просьбой к харьковчанам не поддаваться на провокации и не давать себя втягивать в те вещи, за которые потом придется нести ответственность. Спасибо. Напомню, с него в отражении был первый заместитель губернатора по вопросам промышленности агропромышленного комплекса Игорь Ранин. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...